это мы на территории завода маяк здесь мне показали интересное место скалодром space якобы самый большой в украине виталик там поднялся сейчас он на третьем этаже может быть скалодром и несколько этажей занимает на вход с третьего этажа вообще не знаю расположение здесь огромное здание это же территория индустриального гиганта завода маяк он там выход будет на коллеги улицу недалеко метров тростах камера запотевает надо постоянно ее протирать наступил холод чуть перепад зайдешь теплое помещение сразу камера становится линза становится влажной сейчас зайдем это не за штукатуренные стены часть задумки часть дизайна такие вот лихие астронавты сейчас виталик спустится и тогда я подавлюсь наверх вот мы уже на третьем а на втором еще да я тебе говорю в вере не тащить сюда нет смысла вообще ты уже снимаешь вот это у нас скалодром спейс самый титуловый скалодром города киева элитный скалодром так что предлагаю вашему вниманию репортаж по скалодроме спейс в следующую субботу у нас будут детские соревнования киндерблокс но они будут на скалодроме фанатик там где ездит не тренирует название хорошая фанатик самый крутой скалодром вот у нас здесь и конкурс борды и баланс борды все есть и вот у нас есть инструктор здравствуйте виктор здравствуйте владимир вы расскажете немножко о своем да в качестве репортажа простого за скалодром спейс поделаны где-то сято петли сято петли сято петли сято петли сято петли садки волна работа и петли сято петли страховки в наш плане ага представлены разные зоны разные рельефы разные навесы разные складности вилазы возможны как до последней зачипки финиш двумя руками так и природные камни где полностью нужно с ногами вылезать как например вот этот и вот этот люди полностью поднимаются сюда а теперь мы спускаемся вверху а теперь мы спускаемся вверху чтобы подниматься с утя мы все что синьо-желтый ага окей все мы переоделись есть кампус в зоне разминки зона разминки так вот с кампусом представлены довольно широко есть разные ремни начинания как посилы холоды пальцы и 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 это окрема трасса, вот это 6Б, это червоночник, помаранчево, да, вот это, это 6Б, 6Б, ну такие, ну такие, 6Б, 6С, синято 6С, а синято 6С уже, ага, здесь так мягко, я за верху грохнешься, так не страшно, опа, падать здесь можно, прямо на ма, а вот здесь пергалка, все четверки, это белые, 5А, 5Б у нас жорсткие, сейчас добавился кольор зеленый тут, чисто 5С, все зеленые, а где зеленые, а что-то нет, это старые, это старые, у крема были действительно зеленые, а потом, потом уже идут 6А, 6Б, 6С, и так далее, а бачишь, червона, а у вас червона, нет, она на покой, у нас синя, а червона, Боже, как они тут лазают, а 7Б, навіть, что, голубадик, да, я не знаю, она червона, все вызывает азумление, я первый раз, наблюдаю за такими вещами, фанатик, фанатик ним так есть, да, отлично, спасибо вам большое, это все у нас, и еще я хотел звернути увагу на One2Climb, Бо есть еще у нас One2Climb, идем еще One2Climb, это специальный такий значок для скелолазиня, он представляет One2Climb, это, хотим вернуть вашу увагу, продемонструвать, например, тренажер для дитячого скелолазиня, Например, мы беремо ось таке застосование, он вот так выглядит, One2Climb, Починаемо, и он сейчас сама картинка завантаживает, вот это, завантаживает. Приложение, как оно будет? За стосунок, выбираем за стосунку, где мы лазаем, вот сейчас это будет One2Climb, Зазвучай, что сейчас все скелодромы переходят, вот, пожалуйста, Переходим на скелодром, фанатик, скала, звездки пішов он тупаем, гипперион, вот сейчас мы в спейсі. И мы в спейсі. Кроме того, что мы сейчас зі шпагалкою користовались, тут также выбираем собі сложность, И в нам вказується место находления этой трассы. Вот, первый астероид, вот где он, с того боку, 74-та, и вот она червоненькая. Астероид первый. Пролезли, пролезли, отмечались, и мы отмечаем, вот тут пролазок. Так. Потом возвращаемся к One2Climb. Повертаемся, вот на этот тренажер. Вновь, One2Climb, уже это отдельно. Есть несколько видов One2Climb. Шкильный, шкильный, повный, шкильный, базовый. Сейчас у нас представлено классический. Вот скажи мне, будь ласка, и в этом, фанатику. Фанатику шкильный. Шкильный. Да? Потому что я даже подбирал, и там какие-то зачипки не подсвечиваются. Шкильный, то-то. А тут Classic. Classic, Basic. Basic. Например, беремo Sky, маршрут. И выбираем, подсветить. Вот таким чином. Видите, он реагирует, но еще не реагирует. Ага, вот он включил зеленый цвет, да? А синий старт. Синий старт, зеленый лизем, червона финиш. Все это самое. А мы сейчас попробуем, например. Виктор, мы можем как-то попробовать такие? Ну давайте. Для приклада, вы зараз тримаетесь. Тут и дивитесь, вот сразу старт. Стартовая позиция у нас тут, финишная позиция вот тут. Мы же можем сделать это. Ага. Вот таким чином. Двома руками держимаемся тут. И потом начинаем по подсвеченным зачинкам. Ставим ноги. И делаем такие проки ногами. Например. Ставим ноги. И потом верхний зачинок мы делаем. Двома руками. Три секунды. И спускаем. Ага. Шут рахуется пройденным. До стартовой позиции. И финиш. Двома руками на червоне. Ага. Валусь, тогда походи посмотри еще. Поснимай. Что интересно тебе. Можешь сам прокомментировать, рассказать. Вот такой момент. Ну только в обуви туда не заходи. Да, да, да. Вот эти зоны. Просто поснимай. А я сейчас директором еще переговорю. Все? Отлично. Ну еще я смотрел. Вообще интересно, наверное. Но мне, как человеку совершенно постороннему, это кажется чем-то... Оп. Тут моем гости. Чем-то фантастическим. Как по этим прокушкам можно карабкаться? Ну видимо можно. Вон детки там ползают. Вон как пизьянка. Вон как. Раз, 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 раз. Наяривай. Тут же девочка. Здесь много детишек. Больше даже чем взрослого. Вот, выпускается. Еще раскачивается зорник. Вон как. Молодец. Вон здесь уже свой. Старожил. Все знает. Вон здесь уже свой. Старожил. Все знает. Все знает. Вон здесь. Вон здесь. Вон это. Вон. Вон. Вон мне. Да, что папа? Тебе нравится здесь? Скажи. Да, нравится. Молодец. Папа тоже лазает или нет? Папа лазает. Это хорошо. А сколько тебе годиков? Мне вообще-то уже 6 лет. Ух ты, взросла уже девчонка. 6 это много. Успехов тебе. Спасибо. Я вежливая. Так что с 6 годиков можно здесь вполне обживаться. Тут уже спортсмены любопытные. Почти пока. Да, детишек здесь много. А вот еще мама привела. Как раз возраст лет 7, наверное. Ну, как в коже у этой девочке. Мне что нравится. О, клоп ползел. Страховка тут положена. Это лазерная указка, наверное, тренера. Он показывает камушки. Ага, есть. Раз, раз. За что хвататься? Тихо. Виталик подошел, просветил меня по ценам, развлечение такое не из самых дешевых, 600 гривен. Инструкция первая, угодная. Занятие длится полтора часа, я думаю, инструкция прибудет настолько же, но занятие уже там может быть 300 гривен, где-то так может быть какой-то семейный абонемент подешевле, но в целом 300 гривен, полтора часа занятие отражает как-то политику цен. Занятие проводится с инструктором, оборудование, здесь те предоставляют необходимое снаряжение. И у них есть сайт, можно зайти, даже по-моему не сайт, а здесь приложение на андроиде, а возможно и на айпаде. Можно его скачать и через приложение узнать все, что необходимо. Там есть опция цена и можно все узнать. Здравствуйте, это снаряжение на продажу, да? Да, это так. А венок на могилу, если я разобьюсь, можно сразу себе купить? Не могу, на жаль, мы еще не предусмотрели в тот момент. Хорошо. Но я приду, когда он будет. Венки пока не продаем на могилу. На могилу альпиниста, да. Тут же у вас такие крутые стопы. Нет, это безопаснейший спорт, не шутбол. Если вы умеете правильно пристегнуться и правильно вас научили, то известно. Вам надо первую премию за лояльность фирмы. Вот вы такие молодцы, мне нравится. Все правильно нашлись, рассказать. Нет, это даже доведено. Доведено, математическое точноство. Не математично, но на основе статистики. На этот мат ваш упал, тут чуть-чуть по 1-2-3 полазил. 1-2-3, там что там такое. 1-2-клайм, да. Такие маты у вас вообще шикарные. Может падать с потолка. Не, падать не надо, с потолка. С потолка, да, это лично. Венки мы еще не приобрели, потому не надо. Хорошо. Спасибо, девчонки, хорошего дня. Когда увидите венки, вы продаете? Да, пожалуйста, можете падать. Да, это хорошо. Это инструктаж я провел. Надо мной провели. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует...